Девушки отдыхают «Кто хоть однажды видел Италию, тот никогда больше не будет несчастным». Так говорил Гетте, и мы с ним полностью согласны. Приглашаем вас в захватывающее путешествие по этой восхитительной стране, где каждый уголок – неиссякаемый источник вдохновения и положительных эмоций. Уютные узкие улочки, запах моря и свежеиспеченной пиццы, приветливые лица прохожих, роскошные палаццо и, конечно, богатая история. Приготовьтесь, наше приключение по северу Италии начинается! Сегодня в программе Сегодня я буду учиться готовить настоящую домашнюю пасту. Я нахожусь на производстве семейства муцарелек. Итак, важный момент. Барабанная дробь. Все, кто посещает Италию, знают, что в этой стране можно не только полюбоваться превосходными произведениями искусства и красивой природой, но и попробовать отличные блюда, многие из которых известны далеко за пределами аппенинского сапога. В каждом регионе Италии свои традиции, свой диалект и своя особенная кухня. Безусловно, итальянская кухня – это гораздо больше, чем пицца и паста. По некоторым данным, почти треть туристов со всей планеты, а это 32%, считают ее лучшей. Однако стоит отметить, что лидерство ей дается не так-то просто. На пятки итальянской кухни постоянно наступает французская, иногда даже перехватывая пальму первенства. Как бы там ни было, сегодня мы отправимся в интересное и вкусное гастрономическое путешествие в Турине. Такого вы точно еще не видели, поэтому присаживайтесь поудобнее и бон аппетитто! О, Италия, какая же ты прекрасная даже в такую дождливую погоду! И мне ни в коем случае это не портит настроение, потому что сегодня я буду учиться готовить настоящую домашнюю пасту. Я нахожусь на производстве семейства Моцарелли, которые открыли свое производство в 1949 году. Меня встречает Лаурат, одна из дочерей. Папы! Лаура! Бонджорно! Бонджорно! Рада знакомству и добро пожаловать в Турине! Окей, я готов и думаю, что мне необходимо сменить одежду. Конечно, конечно! Мы дадим вам специальный халат! С 1949 года фабрика Пастефичио Болонезе трудится на рынке общественного питания, основывая свою работу на опыте четырех поколений производителей макарон. Как вы уже поняли, это дело семейное. Преданность традиции, профессионализм и творчество, которые всегда отличали их компанию. Все ноу-хау семьи были внедрены удивительным образом в производство пасты. Старинные рецепты, которые сохранены с особой тщательностью, оригинальные сырьевые материалы прекрасно сочетаются с самыми функциональными и современными технологиями и позволяют производить продукцию с максимальной осторожностью, компетентностью и надежностью для самой широкой аудитории. Находясь на производстве, необходимо соблюдать все санитарные нормы. Ну, как вы видите, на мне халат, бахилы. Я полностью готов. Лаура! Чего? Что с меня? Окей, окей, окей. Я готов? Любопытен тот факт, что по одной из версий о происхождении пасты итальянцы не были первыми ее изобретателями. Считается, что этот продукт был завезен из Китая известным путешественником Марко Поло в далеком 1299 году. Так или иначе, именно благодаря жителям Италии паста получила такую широкую известность и популярность, и на сегодняшний день Италия является ведущим ее производителем и поставщиком во всем мире. Ассортимент продукции пасте-фечио-болоньезе включает самые разнообразные виды пасты – лазанью и свежие тортеллини, ньокки и так далее. Начинки из мяса, сыра, грибов или рикотты облачены в нежнейшее яичное тесто из муки высшего сорта. Итак, вот здесь мы и готовим пасту. Как вы можете видеть, здесь у нас находится протирочная машина. В нее повара загружают ингредиенты для теста будущей пасты. Это вода, мука первого сорта и сырые яйца. Все продукты нашего местного производства. В данной машине все ингредиенты тщательно перемешиваются, автоматика, верно? Сейчас как раз подойдет повар, который добавит к имеющейся смеси сырые яйца. Далее тесто замешивается уже без участия человека автоматически. Эта машина используется для замешивания теста. И из этого теста мы изготавливаем пасту, пасту репиене. Это паста с начинкой внутри. Анилотти дель плин. Это интересное название происходит от итальянского слова «щипок». Такой особый вид пельменей. Естественно, готовятся они с использованием мяса исключительно местных коров. Анилотти дель плин – наше национальное блюдо. А вот и он. Оператор заливает яйца в протирочную машину. Мы используем только муку твердых сортов пшеницы. Готовим пасту по нашему семейному рецепту. Нужные ингредиенты и пропорции выверялись в течение многих лет. Это наши семейные рецепты. То есть, как я понимаю, все происходит в автоматическом режиме. И персонал, который здесь работает, он только контролирует процесс, чтобы все было правильно, никаких сбоев не было. Добавляет ингредиенты. А автомат сам мешает. Сам производит непосредственно продукцию. Основной вид пасты в Пьемонте и Турине – пельмени Анилотти, которые можно попробовать практически в любом ресторанчике региона. Эта традиционная разновидность макаронных изделий с начинкой предположительно названа в честь повара по имени Анджолино, жившего в одной пьемонской деревушке. По легенде, именно он изобрел рецепт этих своеобразных равиоли. Прозвище повара Анджелот со временем преобразовалось в название Аньолот. Для пьемонских Аньолотти характерна квадратная форма. От других разновидностей итальянских пельменей они отличаются тем, что для начинки используется жареное мясо. Сейчас мы с вами переходим в цех, где производится другой вид пасты – фреско, так называемой сырой или яичной пасты. Здесь вы можете увидеть аппарат для изготовления Аньолотти или пельменей. Аньолотти с начинкой – это еще одно наше традиционное пьемонское блюдо. У нас в Пьемонте принято собираться с семьями в полном составе на воскресные обеды, где в качестве основного блюда к столу подаются именно Аньолотти. Аньолотти с мясной начинкой, в качестве которой всегда используется мясо пьемонских коров. Сверху устанавливают начинку и аппарат выкладывает ее между листами пасты. Вот так, видите? Это Аньолотти. Да, Аньолотти, и вы можете их попробовать. Существует две основных разновидности пасты – сухая и свежая. Первая делается только из чистой воды и муки из твердых сортов пшеницы. Только такая паста богата витаминами, микроэлементами и полезной клетчаткой. Хорошая паста не бывает идеально гладкой и блестящей. Ее поверхность должна быть немного матовой и шероховатой, тогда она будет лучше впитывать соус. Однако, какой бы идеальной ни была сухая паста, любая итальянская хозяйка отдаст предпочтение свежей домашней. Ее делают из воды, муки и оливкового масла, иногда с добавлением яиц или только желтков. В этом цехе вы можете видеть, как партия Аньолотти проходит через пастеризатор. Изделия подвергаются воздействию высоких температур, благодаря чему погибают все болезнетворные бактерии и все микробы. Далее пельмени остывают и отправляются в холодильные камеры. Джон Лука, подойди, пожалуйста. Вы видите традиционные Аньолотти? Это классическая паста репьена. Паста с начинкой. Я помогу вам. Да, пожалуйста. Очень хорошо, замечательно. Ты молодец. Я хотел бы попробовать сделать пасту сам, если это возможно. Хорошо. Итак, ну что же, в этом помещении мы раскатываем тесто, делаем заготовки для будущих изделий. Листам теста придается необходимая толщина, после чего их аккуратно закатывают в рулоны. Паста, которую мы производим, называется сырая или яичная. Именно благодаря сырым яйцам тесто имеет такой насыщенный желтый цвет. Мы производим пасту по рецептам бабушки Джулии, которая была прекрасным кулинаром и вручную готовила замечательную пасту. Как же здесь паста? Ой, и тесто. Окей. Делаю это впервые, поэтому постараюсь не подвести. Конечно, берите. Очень хорошо. Очень хорошо. Браво, прекрасно получается. Я хотела готовить бабушка, когда мы с ней вместе что-то лепили из луки и тесто. Ну, в данном случае мы делали авторские домашние пельмени. Вот дошло время, когда я в Италии на производстве, по производству домашней пасты, готовлю ту самую пасту. Вот что получилось, результат моего творения. Брависсимо, ты молочина. О, брависсимо. Соус – одежда для пасты. Чтобы приготовить настоящую итальянскую пасту с соусом, сначала ее надо правильно сварить. Добавить в кипящую воду соль, столовую ложку оливкового масла и опустить в кастрюлю пасту, ни в коем случае ее не разламывая. Затем отварить до состояния, которое итальянцы называют аль денте. Снаружи тесто должно быть мягким, а внутри немного жестковатым. Затем готовую пасту откинуть на дуршлаг и слить лишнюю жидкость. Промывать холодной водой не нужно. После этого приступить к самому ответственному моменту – приготовлению соуса. Ведь, как говорят темпераментные итальянцы, паста без соуса – все равно, что лето без солнца. Сейчас мы с вами заходим в кухню, где готовятся все начинки для нашей пасты. В данный момент здесь готовятся домашние колбаски. В этом резервуаре измельчается мясо пьемонских коров для последующего изготовления домашних колбасок. Это мясо измельчается и позже станет начинкой для равиоли. После того, как мясо будет надлежащим образом измельчено, оно поступит в специальную холодильную камеру, где охладится до температуры 0 градусов. Именно 0 градусов. Переоценить простоту и в то же время очарование итальянской кухни просто невозможно. Любое блюдо с самыми обыкновенными ингредиентами в руках итальянского повара превращается в маленький шедевр, который могут оценить даже самые капризные гурманы. Это наши аньеллотти, те самые, за производством которых вы наблюдали. Вам нужно их съесть без промедления. Это для меня. Как же я люблю итальянский народ. Они такие дружелюбные, общительные, всегда с подарками. Это очень круто. Спасибо огромное. Грация. Пожалуйста, пожалуйста. Знаю, что надо пасту будет съесть в течение трех дней, от трех до пяти дней, пока она свежая, ручной работы, семейное производство. Это очень круто, это очень приятно, повторюсь. И обязательно это съем. Попомню вас очень хорошим словом. Грация. Спасибо, я хочу познакомить вас с членами моей семьи. Это мой отец и основатель нашей фабрики макаронных изделий и моя сестра Кристина. Очень приятно. У нас есть доска с нашими семейными фотографиями. Папа, расскажи, пожалуйста, о них поподробнее. После Второй мировой войны члены нашей семьи из Болонии и Модены переехали в Пьемонт. Моя мама Кьяра прекрасно готовила домашнюю пасту. В то время у нас еще не было никаких аппаратов для изготовления пасты. Все делали вручную, далее постоянно, шаг за шагом. Мы начали налаживать производство. И сегодня уже производим изделия превосходного качества. Здесь, видите? Поэтому вы и приехали посмотреть на нашу фабрику. В самом начале вся паста изготавливалась исключительно вручную. Здесь вы видите фотографии работников нашей компании. Также на снимках есть мой папа, и моя бабушка, и дедушка, которые, соответственно, приходятся прабабушкой и прадедушкой, моим дочерям. Вот, посмотрите. Вы видите их здесь. Этот снимок моей мамы сделал я сам, когда мне исполнилось 10 лет. Получается, это было в 1949 году. Семейство Моцарелли – невероятно гостеприимные и радушные люди. Нам было приятно познакомиться с ними поближе. Но нужно двигаться дальше. Впереди нас ждет еще кое-что интересное. Ну что же, теперь я знаю о итальянской пасте практически все. Благодаря семейству Моцарелли, которые основали свое предприятие еще в 1949 году. Огромное спасибо отцу, папе, Акилье, Лаура, Кристина. И это... Неизбездная Италья. Тот вас. Ждет именно вас. Сейчас мы направляемся туда, где, кажется, собрана вся палитра вкусов Италии. Наша остановка – Ит-Италия. Так, я здесь впервые. Путеводитель по магазину, по гипермаркету. Ит-Италия. Что же находится справа, что находится слева? Так, слева у нас сыры, колбасы, мясо, рыба. Ага, справа у нас масло, паста и тому подобное. О, пицца. Да, но мне интересно все-таки узнать, как же хранятся и выдерживаются высококачественное производство сыров и колбас. Пойдемте узнаем, найдем. Название Ит-Итали происходит от слияния двух слов. Ит, то есть есть, в переводе с английского, и Итали, то есть Италия. Итали или Ит-Итали – это действительно итальянская еда. Да, но и не только. Это просто находка для гурманов. На этой ярмарке вкуса есть все. Продукты производства агропродовольственной отрасли, превосходная средиземноморская кухня, также представлена история культуры и продовольствия Италии, воспроизводятся истоки многих блюд, а также влияние других стран на кухню Италии. Это место, где выдерживаются и хранятся сыр, прямо колбаса. Кстати, она хранится от одного месяца и может достигать год и даже более. Доступ открыт, можно спокойно заходить и изучать, что здесь находится. С момента своего создания, которое было ознаменовано открытием в 2007 году первого магазина в Турине, Италии предложила лучшие из кустарных продуктов по разумным ценам, благодаря созданию прямой связи между производителем и дистрибьютором. Три ключевых слова, которыми можно охарактеризовать это производство – постоянство, ответственность и командная работа. Это позволяет Италии быть на высоте. Мясная продукция, сыры, вино, паста, оливковое масло и зелень – все продукты наивысшего качества из разных регионов Италии. Недаром в 2015 году Всемирная выставка Экспо проходила именно в Италии, в Милане, главным посланием которой было накормить планету. Кстати, о еде. Да, нагулял я аппетит не по-детски. Пришло время в прямом смысле этого слова – Ит Италии. И в этом мне поможет Патрик, шеф-повар Ит Италии. Патрик. Патрик, добрый день. Меня зовут Кирилл. Приятно познакомиться. Меня зовут Патрик. А вот это для вас. А, я думал, что это мне какой-то подарок. Я так понимаю, что мне нужно надеть себя на голову, чтобы я чувствовал себя комфортно рядом с шеф-поваром. Буду сегодня су-шеф, второй помощник. Как у пилотов есть командир, есть второй пилот. Я буду сегодня вторым поваром. Окей, Патрик. Италии, Патрик, что мы приготовим сегодня? Мы приготовим спагетти с томатами. Это типичное национальное блюдо. Да, совершенно верно. Окей, I am ready. И я уверен, наши телезрители также готовы насладиться тем, как ты будешь профессионально готовить спагетти. Подбрасывая, жонглируя. Окей. Окей. Для начала возьмите спагетти и положите их в воду. Готовить буду исключительно я. Получается, Патрик мне в помощь. All spaghetti. Yeah, all spaghetti. Настоящие итальянские спагетти. Нет-нет, ни в коем случае. Никогда. Запомню этот ход. Мы будем варить их 8 минут. Окей. Этому вообще обучаются? Ну, как вы видели в предыдущей программе, я имею некий опыт общения с итальянской едой и немного ее приготовления. Все хорошо? Да, все отлично. Не знаю, насколько я глупо сейчас выгляжу в этом кипарике. Как мне и идет. Как мне и идет? Отлично смотрится. Национальные блюда Италии не вредны для фигуры, а даже очень полезны. Примечательно и то, что популярные здесь мучные блюда, паста, лазанья, пицца готовятся с использованием муки грубого помола, которая способствует правильному пищеварению и совсем не вредит фигуре. Сейчас мы приготовим соус. Да, томатный, с ароматными травами. Мы положим спагетти в этот соус. С помощью вот этой вот штуки, да, это будет, конечно, работа не из легких. Под руководством шефа Патрика я выкладываю реные спагетти. Кстати, друзья, знаете, какая фамилия у Патрика? Лиза. Патрик Лиза. Вам о чем это говорит? О том, что Лиза, ну, у нас в России, да и не только, я уверен, в Европе женское имя. Повезло парню с фамилией Патрик Лиза. Давай, сейчас. Это время соуса, чтобы паста напиталась ароматом. Как долго? О, все готово, осталось только размешать. Вот сейчас я начну сам то самое действие, когда он будет вроде как... Вот, подбрасывай, вот. Я удивляюсь, как можно научиться вот этому процессу, чтобы ни одной капли не попало мимо. Окей, окей. Хотите попробовать? Ой, это нетрудно. Нет, лучше посмотрю со стороны. На это. Попробуйте, это просто. Что это? Просто расслабься, не волнуйся. Все очень просто. Да и все. И так, важный момент. Барабанная дробь. Что-то получается вроде бы. Ну, что подбросить макарон? О! Спагетти. Такого у меня еще не было. Окей, мы уже готовы. Это первая разница, мой дебют состоялся. Окей, Патрик. Окей, так. Можно ли это уже... Ого, можно ли это кушать? Наверное, да. Мы делаем плату. Хочу заметить, друзья, что национально-типичная еда Италии очень полезна и ни в коем случае не вредит вашей фигуре. Италия стал чем-то большим, чем просто рынок или магазин продуктов. Как и предполагал его создатель Оскар Форентини, это место, где вы можете есть, ходить по магазину и учиться, открывать для себя новый гастрономический мир. Если я помогал вам, значит, я су-шеф. Блюдо будет готово через одну-две минуты. Снимайте фартук и проходите. Обед скоро будет готов. Наслаждайтесь. И красиво украсить лепестками пасту, чтобы шеф оценил и сказал, вот это да! Такую пасту я еще никогда не ел. Ну, это, конечно, мои мечты. Не знаю, как будет по-настоящему, но я постараюсь его удивить. Это для вас. Пожалуйста. Приятного аппетита. И жду вашего мнения. Пожалуйста. Очень вкусно. Думаю, вы готовы стать помощником в ресторане. Есть ли какие-то минусы или плюсы в моем блюде? О, нет. Очень хорошо. Паста приготовлена. Прекрасно. Томаты очень вкусные. Думаю, вы готовы к работе. Ну, а это подарок для вас. Пожалуйста. Грация, сеньоры. Грация, сеньоры. Настоящее гастрономическое приключение. Феерия вкуса и семейные традиции. Италия богата и многообразна. Те, кто хоть раз пробовал итальянскую кухню, не могут не оценить ее простоты и очарования. Средняя продолжительность жизни у итальянцев 80 лет. А все почему? Догадаться тут не сложно. Морской чистый воздух, солнце и качественная натуральная еда. Ну что, вот и подошло к концу мое пребывание в Италии. Было очень интересно. А меня ждет приключение и следующее место. Это неизвестная Италия. Ариведерчи! 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 Продолжение следует...